итак ладно давайте закончим небольшой перерыв и погнали дальше дальше мы займемся тем что прочитаем взаимоотношения между персонажами так десухику 1 убуки и виви давайте с фубуки начнем большое спасибо за то что провели со мной сегодня время это было великолепное приключение ну это уже перебор мы же просто гуляли глупости даже если для вас это была обычная прогулка то для меня это было настоящее приключение я также сегодня впервые воспользовалась торговым автоматом и стала свидетелем появление бродячих мышей понятно какая радость на фубуки действительно желаем и личной жизнью даже обыденные вещи вызывает у него восторг интересно а все ли ее так называемые приключения такие фубуки вы сказали что вы авантюристка детектив верно а какого рода приключения у вас бывали до этого вы имейте ввиду какими они были и мы могли бы вы поделиться тем что произвело на вас самое сильное впечатление но самым важным приключением из них было первое знакомство с так называемым супермаркетом еще слишком рано начинать скучать а знали ли вы что в супермаркетах на полках лежат сотни а то и тысячи различных товаров при этом все сотрудники судя по всему точно знают где находится каждый из них я даже представить себе не могу какую подготовку они должно быть проходят до получить такой навык основываясь на своих результатах я подозреваю что у сотрудников супермаркетов аномальное развитие участка мозга ну разве это не захватывающий простите я вообще не считаю что супермаркет захватывающий понятно бог гага я так и знала тогда как насчет этого серьезно однажды я работала под прикрытием исследуя племя нудистов в амазоне но они заметили мою маскировку стоп чего это действительно произошло конечно что-то не так не ничего это просто удивило меня это действительно похоже на настоящее приключение понятно так вот что такое приключение для вас юма так что подождите вы работали под прикрытием племени нудистов и вас поймали так ваше нижнее белье и хи хи хороший вариант с вами все было в порядке ребят что берем 123 выбирайте грейте а чё тут сложно так окей все сложно но судя по тому что я вижу большинство все таки за 1 2 4 а как же ваше нижнее белье а вы имеете ввиду ничего отпустите я не должен был спрашивать вы были в порядке вам ничего не угрожало да все было в порядке со мной нудисты были очень добрыми несмотря на то что они меня поймали они очень хорошо ко мне относились они сказали что даже если я и занималась расследованием в отношении них демонстрация наших обнаженных дел друг другу означает что мы все семья обнаженные тела как мило с их стороны фубуки действительно считает что поход супермаркет и посещение голого племени в амазоне это одно и то же все что связано с ней не имеет для меня никакого смысла бог гага хозяин в из фубуки кажется стали еще ближе вилдин так неинтересно так слушайте я хочу кое-что проверить насчет статуи и льва по моему я на станции что-то видел правда там машины нет привет и виде роз а вон она тогда причем ту желтая машина о фубуки отлично продолжает кстати фубуки я всегда хотел у вас кое чем спросить да что такое я готова рассказать вам все что угодно юма даже пароль от моего банковского счета а тут поподробнее нет мне не нужен ваш пароль ничего подобного я бы хотел бы побольше узнать о семье клокворд вы уже упомянули о них но я так и не понял понятно зачем вы хотите узнать больше о моей семье да я не против я расскажу вам все что знаю но для начала скажите мне как вы много уже знаете о них ну то что я знаю о вашей семье это так что мы знаем о ее семье то что они управляют мировыми стандартами времени они контролируют долготу и ширину земного шара привет собственно управляет официальной историей мира да ладно берем правильный вариант ну они отвечают за поддержание мирового стандарта времени да это правильная оценка это вообще влечет за собой я с трудом могу понять что-то настолько масштабное как бы мне это объяснить ну например это все равно что решить называть яблоко яблоком ну стало понятней нет теперь я еще сильнее запутался о правда тогда попробуй объяснить по другому управлять мировым стандартом времени означает мы управляем тем какой год какой месяц какой день какая минута и какая секунда сейчас на земле в крайнем случае по желанию семьи Клокфорд мы можем перенести дату на 10 лет вперед или назад это очень мощное привилегия действительно это означает что мы можем сделать так чтобы каждый человек в мире становился старше или моложе хотя это всего лишь цифры на бумаге это невероятно я едва могу следить за происходящим не получится ли так что кто-то может злоупотребить такой властью и и превратить весь мир в беспорядок да мы можем действительно разорвать его на части разжевать и выплюнуть но семья Клокфорд на такое не пошла бы мы защищаем мировое время чтобы этого никогда не произошло защищать мировое время звучит как очень сложная задача да это действительно очень большая ответственность для моей семьи если можно так выразиться даже сотня слонов считалось бы более легкой что за сравнение ладно она в своем репертуаре на вашу семью возложена такая важная ответственность что я удивляюсь как они позволили своей дочери вступить в видео даже если это поможет вам узнать больше о обществе это слишком опасно да вы правы я не знаю но я не знаю я не знаю я не знаю что это может быть официально мне об этом не говорили мои родители считают меня следующей главой семьи о боже это она времени но вы же знаете как я иногда могу быть легкомысленной она всегда легкомысленная ну может быть время то времени они сказали что не могут доверить время мира дочери которая такая невежественная они скорее отправят меня во внешний мир чтобы я выживала самостоятельно чем буду держать меня слепой зависимости от реальности я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю именно поэтому мои родители приняли непростое решение о том чтобы записать меня в видео но воу этого следовало ожидать я не знаю но и и и и так это очень важно для мира это важнее чем моя собственная жизнь а она сказала это так непринужденно я уверен что Фубуки как дочь семьи Клокфорд очень многое пережила она должно быть столкнулась со многими вещами которых обычные люди даже не догадываются тем не менее мой отец и моя мать были правы да после вступления в видео я узнала много нового в обществе я очень сильно выросла по сравнению с той тем я была раньше по сравнению с тем как я была когда я присоединилась сейчас я совершенно другой человек я с ужасом представляю себе что она была более легкомысленной чем сейчас ну как хозяин вы с Фубуки кажется стали еще ближе так дальше Десухико погнали десухико привел меня на крышу я как когда ты находишься так высоко ты чувствуешь себя просто фантастически ты чувствуешь себя живым но а зачем ты меня сюда позвал да а разве я не сказал тебе почему нет ты сказал мне заткнуться и следует за тобой ой прости совсем забыл об этом мне нравится вид что открывается отсюда я хотел поделиться им с тобой мой друг вид да думаю это не так уж и плохо но и не совсем захватывающий ну да это не самый лучший вид в мире или что-то в этом роде причина по которой мне здесь нравится заключается в том что это помогает мне представить себе свою миссию стать звездой чтобы полностью покорить сердца всех людей которых я могу увидеть отсюда если я не смогу очаровать их всех кто я такой чтобы говорить я звезда понимаешь полагаю что это нормально ожидать подобные звезды в общем настоящая звезда может очаровать 100 а то и в тысячу раз больше людей кстати говоря мне стало интересно почему ты хочешь быть звездой и детективом одновременно а это откуда взялось я полагал что детективная работа ведется и не но звезда вроде как должна выделяться и сиять я просто подумал что это очень странное сочетание понятно я планирую написать об этом своей автобиографии но почему бы и нет не открою тебе один маленький секрет друг у меня такое ощущение что ему прямо не терпится сказать об этом так причина по которой я одновременно и детективы и звезда начну с того почему я вообще стал детективом вот почему у меня был талант к этому это все да я с детства был умелым особенно хорошо у меня получалось маскировка я понял что из меня получится хороший детектив дальше все пошло как по маслу да но в школе тебя не учили маскироваться откуда ты знаешь что у тебя это хорошо получается ну наверное ты не поверишь но я был довольно угрюмым ребенком у которого было у которого были проблемы с самооценкой у тебя серьезно мне всегда хотел стать тем-то другим вот и начал маскироваться хоть я и предполагал что у меня к этому талант не был удивлен насколько хорошо это получается ты в роли угрюмого ребенка я даже не могу себе это представить я конечно так говорю но честно говоря это было просто это был просто стресс от взросления такие дела то чтобы у меня было что это ужасное прошлое или что-то в этом роде так что не беспокойся об этом я понимаю почему ты стал детективом вот почему ты также хочешь стать звездой ну это все началось когда я еще тренировался видео я был под прикрытием как солист группы на концерте ну в то время не хотел стать звездой или что-то в этом роде но когда я вышел на сцену это было что случилось офигенно это было так приятно ничего не получилось в тот день я решил стать звездой я подумал что в следующий раз я поднимусь сюда благодаря своим собственным навыкам ну он волен мечтать о чем угодно но ты не перестал быть детективом чтобы преследовать свою мечту стать звездой конечно нет хотя такая мысль приходила мне в голову но потом я кое-что осознал нет необходимости выбирать я могу быть и тем и другим звезда получает от жизни все что хочет это очень похоже на тебя досухико но не все было так радужно и солнечно я почти не спал тренируюсь как звезда и одновременно работа детектива а что за тренировки ну знаешь обычные вещи там пение танцы и так далее вообще ну дружище как ты думаешь что самое важное в том чтобы быть звездой о чем это он сейчас черт возьми говорит интересно что же это может быть так ребят что вы думаете самое важное удачи улыбка победителя или аура и растал он сам себе продюсер по ходу так что ребят хотите мнение разделились между вторым и третьим вариантом я лично тоже за 2 ладно 3 аура отлично ты все понял настоящая звезда окутана особой ауры весь день каждый день любой может определить это с первого взгляда вот почему я был готов пожертвовать сном дабы развить эту ауру тренировки по развитию аура звучит как что-то из комиксов на и манги день за днем я тренировался и как детективы как звезда оглядываясь назад могу сказать что это было нелегко но благодаря этому я стал детективом суперзвездой осталось только чтобы мир понял мое очарование понятно осталось только чтобы мир понял и это что за реакция после всего чем я поделился с тобой да это нет не то чтобы это мне не было интересно или что-то в этом роде я честно говоря был поражен если бы у меня были две вещи которыми я стремился стать мне пришлось бы отказаться одна из них я думаю что ты молодец что не отказался ни от одного из них правда да да я так и знал именно такой реакции я и ожидал хорошо если так то ты будешь моим учеником хорошо в настоящее время действует специальная акция в рамках которой я буду прилагать на 20 процентов больше усилий чтобы научить тебя петь и танцевать и я не думаю я пас у гага хозяин вы сдохи покажется стали еще ближе да что вы читаете что вы читаете почему ты спрашиваешь как вы смеетесь поэтому мне стало интересно о чем эта книга понятно значит ты хочешь узнать о книге но по одному только названию не скажешь что жанр фантастика фантастика это не основной жанр поэтому не стоит садиться если я о нем ничего не слышал генсу гензу 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 определение фантастики можно еще обсуждать но я предпочитаю читать вот такие книги все что с призраками и демонами история о мифических мирах которые не могут существовать в рамках наших представлений о законах природы это звучит совсем неинтересно я думаю это похоже на то как люди помешаны на музыке в итоге слушают то что обычные люди не могут понять ну да например идолов со дно индустрии которые мы иногда включаем ну я могу одолжить ее тебе если тебе интересно да пожалуйста я пас что скажете ребят согласимся откажемся или помычи да все так и не могу найти время для официального стрима погружаемся на дно идол индустрии потому что тестовые ночные стримы хорошо вышли так все за первой единогласно да пожалуйста ты такой добрый юма но все в порядке я вижу что тебе совсем не интересно это неправда так стоять я должен сказать это ему прямо прости я думаю что откажусь не стоит расстраиваться я так и думал что вероятность того что ты откажешься составляет 99 процентов кроме того эта книга вообще мало читаемая тем не менее это меня удивило а что именно то что я читаю фантастику да не скорее не ожидал что детектив будет читать такие вещи как бы это сказать я думал что ты детектива буду читать это более логичное разне странно читать что-то нереалистичное а чтение меня просто тошнит и точка нет я вообще-то предпочитаю истории которых которых логикой ничего не объяснешь понятно если тебе кажется что нелогичные истории ранны возможно ты считаешь что все тайны должны быть раскрыты разгаданы все тайны должны быть раскрыты например НЛО и другие сверхъестественные явления многие люди хранят в этих тайнах свои мечты и фантазии поэтому разрушать их просто жестоко кроме того кроме того воспоминания из детства не все прекрасно но несомненно они невинны если река времени и существует то ее вода ужасно мутная ну вот он опять застали я уверен что это что-то такое о чем он не хочет говорить но почему он так думает если считает что не все тайны должны быть раскрыты может быть в этом и кроется его секрет как хозяин вас или я кажется стали ближе так все ну ребят на этом собственно все дальше уже сюжет но я думаю на этом на сегодня мы закончим и на следующем стриме продолжим так что продолжение следует